привет друзья а вы хотите себе таких красивых добрых волнистых попугайчиков тогда смотрите это видео и вы узнаете как приручать волнистого попугайчика в каком возрасте лучше брать волнистого попугая какие бывают расцветки волнистых попугайчиков в общем я вам сегодня покажу самых красивых волнистых попугайчиков поехали сейчас я вам по порядочку покажу всех ну вот они повырастали сейчас уже даже я и не найду где этот мелкий который там сколько их было первые выпрыгнул ажурный а вон он по моему сидит вон он этот был первый который помните выпал маленький такой был потом по моему синий был иногда там вы видел все интересно посмотрите ранее с ним то есть время пришло и птенцы покинули свое гнездо вот такая вот расцветка у моих пернатых волнистых попугаев сегодня сейчас сейчас сегодня я их отсажу буду сейчас возьму сачок всех половлю молодняк и я вам сейчас их отдельно потом в клетке переносочки покажу но уже все самостоятельные все кушают хорошо нужно давно кушать хорошо так значит сейчас молодежь отсажу вам крупным планом все покажу и завтрашнего дня начну в рацион водить снова зелень снова ветки чтобы птица пошла на вторую кладку думаю вторую кладку возьму затем посмотрим по состоянию что она даст возможно на третью кладку пустим и после 3 кладки все птица пойдет отдыхать ребят смотрите что получилось поймал сейчас только что садком с очком посадил сюда в клетку они все немножко напуганы и сидят не шевелятся ну как раз сейчас мы их рассмотрим постараемся сейчас крупным планом посмотреть расцветки конечно все интересные но вот хотелось бы желтых вот как видите слева сейчас желто зелененький один на палочке другой внизу хотелось бы больше но что есть то есть как бы так сейчас попробую вам крупным планом некоторых снять друзья вот так вот выглядит волнистый попугай возрастом полтора месяца ровно в месяц 31 день но может чуть раньше там плюс-минус день они покидают свой скворечник гнездо это гнездовой домик и потом две недели родители кормят можно конечно даже желательно чтобы дольше кормили родители своих птенцов потому что во время выкармливания родители вернее во время докармливания там птенец уже начинает сам кушать во время докармливания родители заселяют микрофлору в желудочно-кишечный тракт это и зоб и желудок и тонкая кишка и толстая кишка то есть там везде формируется своя микро свой микроклимат и тогда птенчик которого вы приобретете в зоомагазине или у заводчика он будет с хорошим иммунитетом а если раньше если рано отнять от родителей то иммунитет но будет не такой крепкий как мог бы сформироваться при том что если бы их докармливали докармливали родители так что вот такие вот дела не это я к тому что не торопитесь если вы хотите приобрести волнистого попугайчика и вы начитали с интернета что надо брать абсолютно ручного то есть вы там птенчика с гнезда да ничего подобного можете взять и двухмесячного и трехмесячного и вы научите его разговаривать и он у вас станет ручной без проблем зато у него будет хороший иммунитет он будет крепкий и здоровый допустим принесли вы зоомагазина какой-то корм вы же не будете нюхать этот корм вдруг он цвелой конечно вы не будете нюхать вы насыпите кушать кеша и все кеша поела потом бац у кеши расстройство а почему он так среагировал потому что у него слабая слабый иммунитет в кишечнике вот так скажем нету бактерий нужных а нужные бактерии доси заселяют родители когда докармливают поэтому пускай докармливают подольше сейчас есть хорошая возможность рассмотреть расцветку каждого вот видите они у меня спокойные в принципе обычные волнистые потому что я там бываю редко покормил утром заглянул вечером покормил может еще вечером то есть я с ними не сижу там не рассказываю как-то на себя вести и вот перед вами условно говоря двухмесячные волнистые абсолютно ручные вернее я хотел сказать абсолютно спокойные сейчас я попробую просунуть руку и посмотрим что из этого получится значит когда вы приобретете своего попугайчика и принесете его домой то вы как ответственный как ответственный заводчик возьмете и аккуратно вот так вот он сидит у вас в клеточке вы аккуратно вводите свою ручку на руку можете насыпать корма можете ничего не насыпать ну конечно если вы корма насыпите будет птичке интересней и вот так очень плавно очень плавно и очень плавно подводите руку к своему попугайчику вот видите видите что происходит попугай в принципе был напуган я его с очком ловил но он прекрасно пошел на руку ну что еще нужно так что не торопитесь слишком рано забирать птицу из гнезда пускай и когда будете покупать попугайчика обязательно обратите внимание что буду тут пуховая попочка вот попочка ведь какая чистенькая розовенькая ну и чтобы ощипана не было тут вот пушок он вверх поднимается она у него открывать то есть чтобы попа была чистая это самое главное а он вспомнил что он не ручной так давайте следующего проверим друзья я вам показываю попу чисто для того чтобы вы знали и в магазине вы немножко были как сказать ну вот видите тоже попочка чистая а ну-ка видите пуховая пух беленький привет кешка так значит этих всех волнистиков я но сейчас после видео сниму видео и отдам верни как обменяю на деньги едет человек за ними хочет уже разводить я решил вам такое ознакомительное видео снять друзья ну вот пожалуйста они все вольерные но они посмотрите какие спокойные вот они расцветки конечно это кстати насчет расцветки друзья тут нельзя сказать что этот красивая этот страшный или вот этот допустим прекрасный нет тут на вкус и цвет здесь не спорят кому-то зеленые нравятся кому-то синие кому-то вот такие так что друзья вот берем любого хопа вот видите как и убирает в общем сильно молодых не старайтесь брать берите два-три месяца я думаю даже четыре четыре месяца он он может одичать он будет такой знаете шарахаться от вас сразу вы с ним поработаете может быть денек друг недельку другую поработаете он будет спокойно вот так спокойно пальчик подводите и ваш кешка садится ну может не сразу но садится вот пожалуйста раз давайте следующего попробуем раз то есть пожалуйста здравствуйте было бы конечно классно если бы так я брал попугая на палочку на ручку подводил было камере и он говорил подпишитесь на канал когда-нибудь научу вот друзья видите как такие вот у меня волнушки появились получились вернее первый выводок сама конечно оставить себе но я не буду оставлять жалеть не буду в добрый час в добрые руки пускай идут и радуют остальных заводчиков так сказать или новых владельцев как угодно посмотрите какая шикарная стая друзья но вот без преувеличения согласитесь шикарная же старик это я не хвалю то что моя волна там надо нахвалить на камеру нет просто от чистого сердца тут же не они же не не черные вороны которые страшно я их называю белые пушистые вот они все разноцветные все посмотрите перышко к перышку попы чистый я вам показал ну и кстати друзья вот кто именно занимается волнистыми обратите внимание тоже на все это что кормежка у меня не было каши не ни разу ни ложки каши они не съели ну в принципе чем мне кажется зачем давать кашу если вот результат неплохой на мой взгляд и без каши ну конечно если вы хотите кашу варить варите варить я не не то что там кашу не варите но просто так легче ребят так легче вы замочили промыли зерно набухло у вас такое получилось правда только замочку нормальную делайте и мозги включайте перед тем как дать замочку вы ее должны пополоскать промыть несколько раз чтоб она у вас не никак вот допустим брошку я в молодости делал брошку зерно закисло ее достали там бульбочки идут и дают надо же промыть если дадите не промытую будет конечно понос да помрет попуга если так обращаться с ним в общем смотрите вот еще раз повторюсь птица без каши что еще нужно хотя я сам раньше давал кашу но тоже кстати птица была не хуже но у меня больше было хлопот с этим и каша ее надо постоянно в холодильнике держать а не будешь же варить там две-три ложки сваришь к примеру пол ведра ну хотя бы на два дня чтобы это было сегодня дал четверть ведра да еще четверть ведра остается на завтра чтобы утром дать а утром уже боишься давать не давать и тогда приходилось я пробовал холодильник ставить ну это ерунда все она бывает закисает когда допустим сильно жарапой попрет увидите ножки чистые попки чистые чисто уже это сильная жара попрет и каша на второй день бывает записать и тогда приходилось кстати был даже и специальный холодильник для этих дел именно для каш там для всего в общем потом все это я убрал и стал варить каждый день кашу а представьте каждый день сварить кашу но если занимать заниматься нечем конечно туда можно бросить портфель подальше печать бросить и сидеть варить кашу кормить волнистых но к сожалению такой возможности не было чтобы бросить портфель бросить печать я имею да не ходить на работу лопату бросить в общем я предпринял пошел на эксперимент и мой эксперимент в принципе удался вот результат вот вот посмотрите сейчас какая расцветка вот мне в принципе вот эти больше всего в свое время нравились ну сейчас что-то отношусь к ним к норме жизни сейчас хочется больше желтеньких но петушок спел ну в общем что я хотел сказать по поводу кормежки можно спорить вечно вот у меня есть круглый стол вот такой видите вот надо садиться или можно садиться самовар тащить сюда кружки баранки сахар и можно спорить день-два спорить три дня спорить как кормить лучше как содержать лучше и ребят мы не придем к единому знаменателю мы будем спорить хорошо что мы корректно поспорим и на друг на друга не обидимся не разругаемся что как я наблюдаю в основном всегда споры к этому и приходят все почему-то начинают спорить а потом ругаются обижаются и ходят как неадекватные в общем что хочу сказать то что стандарта какого-то нету под кормить этим и все по поводу всякого разного состава корма вернее ну рациона это все разное кто-то кормит и и сдает больше кто-то морковки больше кто-то просто кормит сухим овес просто пшеница и кусочек яйца вот главный результат чтобы у вас у всех друзья чтобы у вас у всех вот хороший результат сбитые волнистые перышко плотная красивая не грязные они задают хвосты посмотрите чистые вот хвосты видите вот белого возьмем белого хвост абсолютно чистый хотя он был в гнезде которое я опилки не менял там вот как положил опилочку сразу самочка снеслась птенчики вылупились и вылетели я не менял там две недели ой птенцы вылупились надо опилки менять зачем их менять эти опилки что грязно сильно липнет значит накормить правильно чтобы в гнезде было чисто по природе кто им там кормит вы в природе кто их кто им чистит гнезда в природе дуплянки они гнездятся в этих деревьях в прелых одну кладку вторую кладку и улетели допустим третью кладку четвертую кладку делают в природе бывает если кормежка хорошая и всего на следующий год они снова эту дуплянку залетают и там плодятся никто же не чистит не чистит но я не говорю что не надо чистить дуплянки я говорю то что надо адекватно смотреть на вещи и все вот пожалуйста видите какой пушочек беленький сухой и чистенький попка и пожалуйста в общем по многочисленным просьбам моих подписчиков здесь зрители канала просили снять волнистых я вот думаю сегодня у меня крайний день на эту волну посмотреть потому что сейчас уедет она грубо говоря завтра уедет там еще мелочь осталась еще в вольерах может дня три-четыре снова обзорчик сделаю может быть в конце недели обзорчик сделаю потому как у меня вон там видите там блоки доски кирпичи а вот там у меня тачка бетономешалка курица убежала вот помещение строится новая так что пока особо видео часто делать нет возможности не посмотрите как они позируют то сидят как будто вот по заказу посидите спокойно они раз и сели спокойно вот обратите внимание какая расцветка спинки вот желтенький синенький там бирюзовый и ко всему к этому учтите что малыши они тусклые они бледные вот это сейчас считается еще тусклый окрас в год ровно в год они перелиняют взрослую линьку и они будут огненно на огненно насыщенный цвет приобретут тогда уже будет и красота а сейчас пока пернатики они немножко видеть запыхались ну конечно я их ловил с очком там бегал за ними но вольеры у меня небольшие полтора на полтора и высоту два метра но тем не менее вот эти козявки все довольно таки сложно ловились а вот насчет этой расцветке надо знать что сказать вот смотрите сейчас перед нами два волнистых один который левей у него играет на нем белый голубой и черный цвет то есть это стандарт а вот и от которой правей у него и белый и желтый и голубой и черный то есть вот эти четыре цвета они редко встречаются когда белый желтый голубой черный вот так желтый с белым короче редко бывает вот что хотел сказать может нередко может у меня редко все ребятки до скорой встречи подписываемся на канал берегите своих волнистых и себя до скорой встречи продолжение следует